Кое-что вам скажу. Это наши дети вышли около школы сидят из Харановых. Эти как? Ну не похоже, как сегодня люди одеваются, или вообще-то. Сегодня, сегодняшний день. Вот сюда садитесь. Это прощищается в храме. Кто был в храме, кто знает, как это прощищается. Игнать Иванович, пропустите. Пожалуйста. Ну можете прямо вот сюда сесть. Так, я попрошу вас сюда пройти. Уже третий вечер. Четвертый час. Покажите, потом вот здесь. Такие, которые, это, да, мы теряем. Мы приехали к вам из Мамонтовского района. Какой? Мамонтовский. Мамонтовский. Да. Мы с нуля строим там деревню православную. Я уже говорил немного тут, ну, так вот слышал. Поселиться может тот, кто докажет. Докажет. А как это проверить? Ну, у нас есть способы проверить. Бывает обманет человек. По обманет, в скором времени у него проявится, пить начинает, он съезжает. Он не будет. Не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И тогда мы с ним разговариваем. У нас все с бородами, видите, вот как, у нас не принято. Так же раньше жили. Все рубашка на выпуск под поясок. И ребятишки в деревне все так ходят. Вот, ну, деревня-то это была бы деревня какая-то, 10 дворов. Но эта деревня, она на карты теперь занесенная. И мы можем сказать, что в настоящее время можно вот в этом раздрае, развале начинать работать со Христом. Когда ты веришь в Бога. Людям нужен Христос, люди Бога не знают. И поэтому они куда угодно мыкаются. Вот сейчас говорят, Иеговы, там, Свете Липову. Это наши граждане. Ну, по нашим православным меркам, они даже не еретики, а хуже намного дальше. Еретики те, у которых, ну, не церковное учение. У них Библия есть. Они очень хорошие люди. Вот со мной в лагере два иеговиста было. Прекрасные ребята. Но они понимают все по-другому. Христа за Бога они не признают. А мы верим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Они это никогда не скажут. Церковь там, где есть священие. Вот мы слышали, у вас есть старобрядцы. У них есть священие. Это настоящая церковь. Только они держатся, как князь Владимир крестил. А эта церковь ведет, что так, как Серафим Саровский. Но оба святые. Тут спорить-то не о чем. Все остальное, посты, все одинаковое. Вообще не о чем даже разговаривать. Нам нужно знать Евангелие. И по Евангелию жить. И людям идти и возвещать. Мы зачем приехали? Потому что Евангелие говорит, идите по всему миру и проповедайте Евангелие. Не все знают, что есть Слово Божие. У вас Евангелие-то у Серкова есть? У меня есть. Есть. Ну, это в Серкви сейчас тем более продают. И Евангелие. Новые заветы. Где бывает нет. Мы даже привезли. Я не знаю, еще первое ваше село там завалено. Взяли с тобой. На нашу землю 2000 лет назад пришел Сын Божий. Это Любовь Божия. И Он отдал самое ценное Бога, Отец Сына Своего, Который умер за нас. Это основа основ. И говорят, чего не хватает людям? Почему же так вот между собой, как дети, не слушаются родители, мужа, женой, Христа не хватает? Где Христос, там мир и любовь. Там нет страха. Ну вот я прошел, вот это моя биография, ее нельзя повторить, как у Солженицына. Искусственно ее нельзя составить. И Бог дал торжественно пройти, ни от чего не отрежься, с именем Христовым. Без Бога я был в первый же год погиб. Это невозможно. Нам давали бессрочная статья. Заканчивается, там снова накручивают. И так сиди, и никогда не выйдешь оттуда. Но Бог делает так, что смягчает сердца людей, начальствующих. И ты идешь и молишься. Я открыто молился всегда. Где бы это ни было. Мы поверили. Вот находящиеся здесь люди, это разное. В основном они пришли через университет. Я преподавал в АГУ, в АГТУ, в медицинские. Ну во всех почти университетах. И люди приходили, слушали, потом покаялись, приняли крещение. Вот с кем мы приехали. А какой молитвой Иисусу вы молились? Подойди поближе. Какой молитвой мы вы молились? Молитва одна. Если ты не знаешь. Очень наша. Это самая простая еще короче молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот ты знаешь. Не знаешь это, скажи Господи, помилуй. Вторая молитва. Господи, благодарю Тебя. Благодарю. И третья молитва. Господи, слава Тебе. Первая просительная. Вторая благодарение. И третья ступень ангельская. Ничего мне не надо. Я просто славлю Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресной, и вовеки веков, аминь. Это православие в этом и заключается. Православие это не то, что люди думают, вот крест, храм. Его может и не быть, завтра разрушит вера в Бога, что он послал Сына. И он посылает Духа Святого, который утешает, наставляет и благословляет. Вот старый человек разговаривает, что я никому не нужен, дети выросли, меня... Ну, в основном это все. Бабушка сидит, одна бросили. Вот я сижу, доживаю, смерть жду. Для верующих такие разговоры не годятся. Бог дал тебе опыт, дал жизнь. Ты должна трудиться. А что я могу сделать? Баба, ты почему днем спишь? Ты не спи днем. Ты копайся, делай, ночью стой на молитве. Сократи свой сон. Какой же ты имеешь право валяться, как мертвый? Я со стариками строго разговариваю, потому что я тоже не молодой. Вот 10 июня мне 73 года исполнилось. 73 года, говорится, не 25. Я на своем опыте показываю, на опыте жизни, что необходимо молиться. Не меньше 7 раз в день становиться на молитву. А о чем молиться? Ты не знаешь? Вот ты идешь, а тут полиция рядом. Господи, соня, так, чтобы стражи порядка смотрели правильно, не обижали людей. Положи им на сердце бояться тебя, Господи. Ну, ты можешь сказать, фамилию не надо, их даже не знаешь. Но главу администрации узнать. Ну, ты знаешь, что Путин президент, его звать Владимир. Молись, Господи, дай ему страх Твой, чтобы народ этот не погибал раньше времени. Он за все будет отвечать. Господи, умудри его. На него столько покушений уже, даже нам не сообщают. Там, Медведев, премьер-министр, ты знаешь, как звать его Дмитрий Анатольевич? И Дмитрий, Господи, при них познание истины. Чтобы не просто он стоял в храме, крестился. Мы не знаем, для чего он крестится. Но чтобы дай ему святую веру в тебя, чтобы он жил с тобой во Христе. Нет, ты молись за всех, за патриарха Кирилла. Сколько на него сейчас всякого поклёг уйдёт и в газетах, и везде. Он призывает к этому. Епископ Максим, ты не знаешь, ну запомни как-нибудь. Батюшку узнай как. Ходи в храм и благодари Бога. Научись не стонать. Вот это вот у русских сегодня, всё недобольство какое-то, это не годится. Вот смотри, а что, а ты на пенсии, на пенсии, а сколько получаешь, а чем болеешь? Ничем не болею. Как не болеешь? Я за всю жизнь ни одной таблетки не съел. Ты не болеешь, я не болею. Как? Ну я не могу ходить, это не болезнь, это нормальная, старческая, там устает организм. И никакой, никакой болезни у меня нет. Я не слышу, так это хорошо, я не слышу, я не вступаю в разговоры. Я сиджу, больше копаю с этим. Мне просто приятно. Плохо вижу, так я не рассмотрел, что она голая идет. Я говорю, какое длинное платье у нее. А она говорит, она совсем без платья идет. Понимаешь? И мне тоже это на благо. И смеется на дому, а у меня уже никакой нет. Ты научись жить красиво и интересно в бедности. Никому не завидуй. Не ревнуй, не злись. И вот тебе и здоровье уже наполовину прибавилось. А то сегодня же понимаешь, там 80-90% от нервных стрессов. Когда там не так, ну не так пришел муж. Ну что я буду делать? Он нашел, а там теперь другой закон. Ну тебе охота одной жить живет, а ты имеешь право, он изменяет. А как я там? Ну прости ему, мусульманин с четыре жены. Вот твоего ты как-то лет. Ну что ты умираешь-то? Вот уж приватизировала его теперь. Ну что ты его под кабулком держишь? Он не верующий. Придет время, он раскается. Если он Христа примет в свое сердце, будет по-другому. Он поймет, какую нежную голубку дал ему Бог, что она не бросила его. И он будет головой об землю биться, говорит, рогами копать землю. Господи, как я издевался, жизнь ее сокращала. Я свидетель этому. Я это видел все. Почему? Потому что ты с Богом, и таких людей Бог будет посылать. Ну я какой? Да я никакой. А у меня друзья какие? Мэр города, прокурор края, был по-раскум, все. Приезжают домой. Они стараются помочь. Вот Баварий, он ко мне постоянно заезжал. Почему? Ну конечно, он любит голубей, и я голубя от них. Но не за голубей. Мы там разные директора завода. Я уже не знаю, главный банкир это Песоцкий, Сбербанк. Вот ко мне приезжают спонсоры, помогают книги издать. Президенты разных компаний. А я их глаза не видел. По интернету, я в интернете работаю. Почему? Христос побуждает. И у меня ни одна копейка нигде не сохранится. На мне все, и все чужое. Это на деле кто-то купили. Я живу нарочно. Но все понимают, это счастье. Счастье жить не для себя, а для Бога с Богом. Просто надо научиться расследить эту коротенькую, маленькую жизнь. Бог дал мир наполнил такой красотой. Вот это растение, как оно из земли такое. Поудивляйся немного. Каждая птичка себя защищает. Господи, как дивно все. А я такой, как у меня все шевелится. Какие сочленения. И я на отца похож. Почему? Понимаешь? Ласка родных, друзей, это от Тебя. Ты расположил их ко мне. Это воля Твоя. Господи, слава Тебе. Ты наполнил уста непрерывным благоуханием благодарности. И никогда не будь недовольным. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, Павел говорит. Довольство это тем, что есть. Вот я дал, она согласилась. Я говорю, какой хороший библиотекарь здесь. Она, я даю и я благодарю, я благодарю. Что такой хороший, она не стала ничего. Я показал документы, там, краевая библиотека. И она пришла вовремя. Я теперь думаю, а теперь она будет говорить, будет читать, люди другие будут. Такая у нас правда очень хорошая. Я живу в другом мире. Потому что Бог делает так добрых людей, почему-то на меня все время посылает. Вот только приехали, прошли. Ну, бывает, там, такие, если на станции Ребриха там выходят. Да пошли вы отсюда, ходите. А здесь все принимают. За детство, где мы были, народ такой спокойный. Бывают такие собаки, там, не зайдешь в обмор. А тут такие собаки какие-то. Маленько потявкали. Нет, у собаки нет, что бросилось. А вот такие вот волкодавы были, где-то мы были. Я не знаю, в Букавке или где-то. Там, чуть сестру нашего не потеряли. Это Бог делает. Мы поехали, за нас вся церковь молится. Бабушки. Вчера одна пришла. Христос впереди вас будет идти. Божья Матерь вас сзади защитит. Ангельных родителей с боков у вас будут. Мы поехали. Батюшка службу ведет. Мы зашли. Он покропил нас, каждого кропила. Вода течет. Вся церковь благословила и все молятся. Мы русские люди. Мы не евреи. Евреям Бог открылся. Это богоизбранный народ. Говорят, я хочу быть благословенным, чтобы все было. Я вас научу быть благословенным. В первую очередь, никогда не проклинай еврейский народ. Никогда. Обобрали, они украли. Это не касается. Ты скажи, Господи, пусть они познают тебя. Откройся им. Написано, благословляющий тебя благословен будет. Проклинающий проклят будет. Аврааму Бог сказал. И второе. Платите десятину. Десятину с того, что ты зарабатываешь, отнеси в церковь. Проклятие вы прокляты, говорит Господь, пророк Малахий, третья глава, что вы обкрадываете меня. Народ говорит, а чем? Десятиные приношения. Десятое. Сто рублей заработал? Десять? Десятое. Десятое сейчас. Принадежит церковь, священнику. Десятое. За что я должен? Да она не твоя десятка. Бог ей предложил девяностое, чтобы ты отдал. Она Божья. Она изначально не твоя. Тебе просто никто это не рассказал. Это не мне. Это Бог надошел. Это вы снимаете всех? Всех? Общая или поднампадывная? Мы уверовали в нашего Спасителя Христа, который принял плоть от Девы Марии. И вот мусульмане, у них хорошая вера. Они другого нужны, но у них нет Спасителя. Буддисты, это мирные люди хорошие, но у них нет Спасителя. Спаситель, который спасает человека. А как? Ну, допустим, человек, он не у нас, а в других странах есть такой. Мы два брата. У меня пятеро детей, а у брата молодой детей нет. Но мне за долги назначили в пять лет. Но у меня дети. Брат мой идет и говорит, я могу за него отдать. Там говорят, пожалуйста, сколько? Пять лет. Ну, два брата, они под вас, мы его взяли за меня. Я виновный, но я на свободе. Это образно сказать, взял за нас Христос. Он взял наши грехи и умер на кресте за нас. А нам надо поверить в это. Ты скажи, верил и Господи, ты умер за меня. И грех мой простил. В этом весь смысл на храме крест, на груди крест, на кладбище крест, скорая помощь крест. Это знак любви Божией, самоотвержение, полная отдача. Научись видеть во всем крест Христов. И тогда ты поймешь, ты не сам свой. Тебя Бог создал, тебе дал веру. И ты умрешь, будешь отвечать. И там есть райад, куда ты пойдешь. Тут все просто. Схема-то какая. Я хочу быть в районе, но меньше я не рассчитываю. А как? Живи по заповедям. Я их должен знать. Заповеди мои не тяжкие, говорит Господь. Не тяжкие. То есть, какая же тут тягость-то, жить в любви. Ну, а Господь тоже сказал, через игольное ушко только, и то не все по-прежнему. А богатому. Он говорит, надеющимся. Они, ученики, когда его удивились, он говорит, трудно войти надеющемуся на богатство. Я богатый, мне все равно. Он говорит, как верблюду, спаси больные уши. Трудно войти. Так это не только богатому. Знаете что, когда я уверовал, это было в 62-м году, 27-го сентября. Я учился, я работал на корабле, учился на штурманах. Мне бог многое-многое давал. Многое. Но я не знал Евангелия. В это время мне в руки попала Библия. Я понял, я грешник. Я пропал. Я спортсмен. Мне много бог дает. Я учусь на штурманах. Добился разрешения три курса за год сдать. На английском, немецком или французском. Я владею языками. Я понял, я ничто. Я все связал, бросил. Господи, что мне делать? Я заблакал, сказал, я погибший грешник. Христос говорит, я кровью тебя искупил. Посвяти жизнь свою мне. Я тебе людям, когда рассказываю, некоторые живут и десятину не платят в церковь. А я с первого дня решил, я буду платить 9 десятин. 100 заработает, 91 отдам на дело Божие. И вот уже 50 лет будет в сентябре, я выдержал до конца этого. Поэтому я всегда работаю на двух, на трех работах. Выработка у меня по тресту первое место. Я строитель. Все время разно то переплетаю реставратор, то что-то еще там делаю, пеше свободное время, чтобы мне хватило на всех. У меня 10 детей, я обязан всех поднять на ноги. И можно работать, можно жить. Вот мы начали деревню с нуля. Никто не верил. Приехал первый секретарь райкома партии Уфаев, он первый заместитель был у Сурикова. И он говорит, ребята, что вы делаете? Здесь никакой инфраструктуры нету, асфальта нету, электричества нету. Ну ничего нету. С чего вы будете делать? Мы говорим одно, так и не мешайте нам. Мы знаем, как делать. Он говорит, я обещаю. А потом уже приехал, когда стоят дома, скотина, храм, школа. Это все своими руками. Русский человек в такие пространства освоил. А сегодня проиграли страну, пропили. Уже 25 миллионов китайцев, говорят, на Востоке. Уже официально отдают в аренду земли. В прошлом году, говорили, уже там концессия разная. Полностью отдали. 4,5 миллиона гектаров. Страна или в этой осени, или минимум через два года полусиделится Россия между Германией, Турцией. Все. Уже на планах она рисуется не Россией. Ее не будет. А вы как? Никак. Я благодарю Бога. Я благодарю Бога. Мне разницы нет никакой. Долго это будет или мало. Я знаю, я русский. И у нас лозунг висит. Россия должна встать. И дети скандинуты.